На такую тему, как академические курсы по психоанализу и рационально-поведенческая терапия. И вот эти курсы как раз в сегодняшней теме имеют прямое отношение. Я была поражена, когда в процессе обучения получала информацию от академиков, профессоров и сдавала практические задания, выполняла на эту тему, насколько наше волевое поведение зависит от состояния внутренних органов. Немного, немало. Кроме того, в моем багаже есть документы о прохождении курса в сфере медицины катастроф и практическая деятельность в поисково-спасательном отряде. Это подтверждает не только мою компетенцию в работе с серьезными стрессовыми ситуациями, но и мои знания о том, что насколько зависит наше поведение, даже долговременное, от состояния стресса, от того, насколько он велик или мал, и насколько мы умеем правильно, рационально себя вести в этой ситуации. Итак, сегодня мы получим ответы на вопросы, которые вы видите на слайде. Каковы эти вопросы? В чем отличие прокрастинации от лени? Каковы причины появления этих состояний? И как переключиться из состояния непродуктивного в состояние результативное? Термин прокрастинации, сначала позволю себе его объяснить. Он давно у всех на слуху, конечно. Причем некоторые люди, вот до сих пор, многие из нас, даже так скажу, некоторые, многие из нас до сих пор уверены, что прокрастинация – это просто такой новомодный инфемизм для слова «лень». Ну, типа синонима что-то. Нет, друзья? Дело в том, что высказывание, например, «я ленькай» звучит как-то обидно, согласитесь, и имеет негативный такой, откровенно негативный оттенок. А вот когда мы говорим «я прокрастинатор», «я прокрастинирую», это несколько стильно, даже не несколько, это очень стильно. Это как-то современно очень, загадочно и почти не характеризует нас с отрицательной стороны. На самом деле, несмотря на некоторую схожесть, лень и прокрастинация, я имею в виду, это два принципиально разных явления. И они еще и вызваны разными причинами, по-разному действуют, и бороться с ними нужно по-разному. Может, даже не бороться, скажем, а преодолевать их, потому что, когда мы боремся, мы усиливаем то, что нам не хочется. Итак, сейчас мы приступим к нашей основной теме. Для начала давайте разберемся, точнее, с классическими определениями лени и прокрастинации, а также с разницей их внешних проявлений. Вот на экране слайда есть, я рекомендую, как обычно, это в моей привычке, делать снимки экрана для того, чтобы для себя оставить это в памяти, это пригодится. Я максимально стараюсь выгодное, скажем так, определение какие-то и рекомендации фиксировать на слайдах, поэтому предлагаю делать фото. И тем более, что я обычно не повторяю текстом, вербально, то, что фиксируется на экране, чтобы экономить время. Итак, лень. Слева на слайде. По-английски лень звучит как laziness, это праздность переводится. И в психологическом сообществе, и не только в психологическом, а во многих курсах грамотных коучей, часто говорится о том, что линии, как таковой, в природе нет, в чистом виде не существует. Есть только отсутствие причины что-либо делать. То есть недостаток какой-то мотивированности на конкретную деятельность. Прокрастинация, вот слайд справа находится там, да, это вот на завтра, откладывание на завтра, перевод этот вот так звучит там, да. И вот прокрастинация, это тоже как будто бы нечто, состояние немного похожее на лень, но это огромная разница. Имеется в виду с ленью. Мой любимый афоризм, друзья, звучит так. Хочешь быть счастлив, находи во всем смысл. И вот самым убедительным подтверждением этого феномена, что счастье находится в том, что ты находишь, смысл в том, что ты делаешь, вот убедительным подтверждением являются книги. Две книги я назову одного автора, друзья. Кто не слышал, не читал, очень рекомендую хотя бы аудиовариант или по диагонали почитать текстом о какой-то варианте, или может быть в электронном виде. Книги называются так. «Скажи жизни да» и вторая книга «Человек в поисках смысла». Автором этих книг является Виктор Франкл. Возможно, у вас на слуху это имя, но не читать этого хотя бы в кратком содержании не совсем хорошо. Ребят, прочитайте. Дело в том, что это психолог, психолог, прошедший фашистский концлагерь и спасший своими убеждениями, своими рекомендациями короткими в тех условиях сотни людей. Сейчас речь идет о тысячах, потому что те, кто понял его посыл, рекомендовали подобные другим людям, те, кто был в концлагерях в то время. Итак, резюмируем. Лень – это пассивное нежелание что-либо делать. Смотрите слева на слайдик. Я не хочу этого делать. Это главный посыл лени, состояние ленивого такого. То есть человек ничего не делает, потому что он не хочет. Или хочет недостаточно сильно. Например, чтобы было понятно. Предположим, что маркетологу, любому сотруднику нужно составить отчет. Ну, пусть это экономист, не только маркетолог, кто угодно. Какой-то отчет, айтишнику даже. И задача, кажется, ему до отвращения скучной. А сами отчеты, как правило, никто никогда не читает. Ну, специалист знает об этом реально. И раз в месяц руководство для порядка пинает сотрудника, маркетолога или какого-то другого работника по поводу этой задачи. То есть не чаще, а так вот, не реже. Ты сделал, ты не сделал. Ну, давай, делай, делай. То есть особого энтузиазма и руководство тоже не проявляет. Вполне естественно, я думаю, согласитесь, что сотрудника нет ни малейшего желания этим заниматься. То есть ему просто лень писать отчет. Чаще всего лень объясняется недостатком мотивации, как я сказала. И таким несоответствием неким задачи внутренним потребностям человека. Например, мама заставляет ребенка делать уроки, а он хочет гулять. Это примитивный такой пример. Впрочем, нередко лень возникает из-за различных проблем со здоровьем. Внимание, господа. Из-за различных проблем со здоровьем, в том числе лень тоже может быть. Например, переутомление, недосыпание или какие-либо заболевания вроде того, что нарушение работы щитовидной железы. В отличие от лени, прокрастинация, вот справа слайдик, я сделаю это, но сделаю потом, это активное состояние, а не пассив, как в случае лени. Человек, как правило, осознает важность той задачи, которая перед ним стоит. Он очень хочет ее выполнить. Он даже собирается ее выполнить, но при этом он под любым предлогом пытается эту задачу отложить. И вместо выполнения этой задачи, которой он осознает, что она важна для него, и не только для него, он перед кем-то чувствует себя обязанным, он начинает заниматься любыми посторонними делами или менее важными вещами. Ну, например, это может быть просмотр роликов в интернете, общение в социальных сетях, наведение порядка в комнате, вот что угодно. Еще один пример приведу, чтобы было понятно, пример на сравнение. Значит, все то же самое. Сотруднику нужно писать отчет. На этот раз отчет действительно важен. Руководство действительно будет его читать. И сотрудник собирается его написать. Он принял решение, что я его напишу, но чуть позже. Напишу, но чуть позже. Мне предварительно нужно выпить кофе, думает сотрудник. Проверить корпоративную почту, например, там, да, разложить пассианс, чтобы собраться с мыслями, не просто так. Обсудить задачу с коллегами и т.д. и т.д. и т.д. В итоге сотрудник приступает к отчету лишь в самом конце рабочего дня и не заканчивает его. Или не успевает, или заканчивается мотивация. В обеих ситуациях результат один и тот же. Работа не сделана. Но в первом случае это лень. Во втором – прокрастинация. В первом случае человек просто не хотел ничего делать и не делал. А во втором случае человек вроде бы и хотел что-то сделать, но почему-то так и не смог. Где же происходит сбой? И вот на этом слайде мы сейчас посмотрим на этом примере. В какие моменты, друзья, лень и прокрастинация нападают на человека? Буквально нападают. Ирландские психологи предложили очень наглядное объяснение механизмов этой работы. Точнее, работы этих двух процессов. Вот первая линейка верхняя на желтом фоне. Значит, появляется задача. Неважно, человек сам ее ставит или руководство. Или кто-то из коллег, например. Следующий шаг – оптимальный момент для начала работы. И человек, неважно, он сейчас ленится или прокрастинирует, он понимает, что этот момент оптимален. Вот сейчас надо начать. Иначе или не успею, или что-то еще помешает. Шаг С. Человек собирается приступить к работе. Это вот идеальная формула А, Б, Ц, Д, Е. Следующий шаг – Д. Приступает к работе. И пункт Е. Завершается работа. Ну, пусть в форме дедлайна и так далее. Это идеальная формула о желтом фоне. Человек, подверженный линии – это на голубом фоне, не хочет выполнять задачу и пока не собирается ее выполнять. Поэтому схема будет выглядеть так. А, Б. То есть появление задачи произошло. Оптимальный момент понятен. Но лень, 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 лень. Пример. В голубой линейке. Человек замечает, что в его комнате грязное окно. И его не мешало бы помыть. Это этапы А и Б. Пример, чтобы было понятно. Человек морщится, отворачивается. Он пока не планирует ничего с этим окном делать. Откладывает этап С. В конце концов, он ведь до этого как-то жил с таким окном грязным, да? Ну и ничего, и дальше поживу. И вот это как раз комментарий к лене, да? К тому, что лень ленива человеку. Третья линейка на розовом фоне. В отличие от лентяя, прокрастинатор собирается выполнить задачу. То есть благополучно проходит этап С. Этап С – это когда собирается приступить к работе. Он принимает решение. Но к самой работе он так и не приступает. Его схема будет выглядеть вот как-то на розовом фоне. На третьей линейке как раз. И лень, друзья, и прокрастинация возникают, да, одинаково. Из-за проблем с мотивацией. Однако сами эти проблемы с мотивацией носят принципиально разный характер. В нормальной ситуации, в верхней линейке, мотивация работает очень просто. У человека возникает какой-то мотив, то есть желание. Сам хочу или потребность. Кто-то руководит мною. Этот мотив подталкивает к действию. Причина лени – недостаток мотивации абсолютно, нехватка мотивации в каком-то размере или совсем отсутствие мотивации. При этом у человека могут быть какие-то желания на самом деле, но их силы недостаточно. Недостаточно для того, чтобы сдвинуться вот с этой мертвой точки и начать действовать. Что за происходит у него с мотивацией? А вот что. Желание человека, который подвержен лени – это желание из серии «А неплохо было бы». Например, человек хочет иметь спортивное тело, но хочет не настолько, чтобы заниматься спортом, о чем говорил Филипп, приводя пример свой образ жизни. Или человек хочет виртуозно гнать на гитаре, но не настолько, чтобы еще где-то репетировать. Приводя пример Филиппа, я как раз хотела привести, констатировать внимание на том, что Филипп – это тот человек, который не подвержен лени. Он преодолел вот это вот состояние, потому что аллергия как раз и порождает ощущение, что нет сил, не могу. А у Филиппа наоборот пример. Итак, человек хочет виртуозно играть на гитаре, повторюсь, но не настолько, чтобы начать репетировать. Ну или еще один пример приведу для доказательной базы. Человек хочет больше зарабатывать, но не настолько, чтобы предпринять ради этого какие-то действия. То есть я бы там, да, даже есть какая-то песня, которая меня часто возмущает, не помню, как она, точно срочки там, да, но если бы я имел там все богатства мира, я бы все подарил любимой. А сейчас пока только вот пою романсы там, да. Вот это то же самое касается лени, самой настоящей. С прокрастинацией все намного сложнее. И ее причина – это, друзья, конфликт мотивации. Как правило, конфликт между внутренней мотивацией и внешней. Сейчас приведу пример. Точнее, сейчас объясню, а потом приведу пример. Итак, как это выглядит, когда конфликт между мотивацией внутренней и внешней. У человека, так называемого прокрастинатора, есть причины и есть желание действовать одновременно. У него сильный мотив, который способен подтолкнуть его к действию. Но вся беда в том, что это желание, желание действовать, вступает в противоречие с другими желаниями и потребностями. Вот сейчас пример. Человек хочет бегать по утрам, чтобы иметь спортивную фигуру. Но он не хочет вставать ни свет ни заря и бежать в промозглое утро. Или человек хочет написать отчет, чтобы сохранить статус хорошего сотрудника, чтобы там не подвести коллег и так далее. Или хочет избежать нагоняя начальства. Это причина для написания отчета. Но это слишком неприятное занятие написания отчета. То есть две мотивации. Внешне он хочет написать отчет, чтобы сохранить статус, избежать нагоняя. Внутренняя мотивация слишком неприятна. Или прокрастинация еще один пример. Человек хочет сделать генеральную уборку в квартире, чтобы не было стыдно перед гостями, но боится объем предстоящей работы. То есть внешне мне будет стыдно, мотивация есть внутри. Такой объем не осилю. Ну еще, например, позволю себе на прокрастинации. Человек хочет прямо сейчас начать писать статью, но в то же время он хочет на минутку заглянуть в чат. То есть внутренняя мотивация заглянуть в чат, внешняя мотивация, написать статью. То есть в обоих случаях, что про лень, что про прокрастинацию, речь идет о мотивации, казалось бы. Но в первом случае ее или нет, или ее очень мало, это я говорю о лене. А во втором случае наоборот. Мотивов очень много, и они противоречат друг другу, эти мотивы. Проблемы, которые вызывают лень и прокрастинацию, тоже различаются. Прокрастинация, то есть откладывание, это болезненное, очень неприятное состояние. Да, болезненное. Это, я имею в виду, и физический эффект, и такой ментальный эффект. То есть это и в голове болезненно я на себя досадую, и в теле это отражается напряжение, возбуждение какое-то. Прокрастинатор отлично понимает, что стоящие перед ним задачи надо выполнять, но он их не выполняет. Из-за этого испытывает целый букет негативных эмоций, прям букет, даже не букет бы я сказала, клумбу негативных эмоций. Букет это мало. Какие это эмоции? Напряжение и тревогу. Зачем я опять полез в социальную сеть? Мне нужно было начать работать. Или он испытывает стресс-прокрастинатор. Гидлайны горят, а я сижу в это время. Или чувство вины. Я опять ничего не сделал. Я такой и так далее. К тому же прокрастинатор, вот что очень важно, является особенностью, в отличие от ленивого человека. Прокрастинатор, как ни странно, устает. Да, он не делает того, что нужно, но при этом он активно занимается посторонними вещами и испытывает одновременно огромное внутреннее напряжение. В результате он теряет энергию точно так, как если бы он по-настоящему работал. Ну, даже типа копал землю лопатой, да, что является очень физическим тяжелым трудом. А вот лень не является болезненным состоянием. Даже скорее наоборот. Вот услышите это, в чем разница? Человек не тревожится, не переживает, не испытывает чувство стыда и вины, поскольку он и не собирался ничего делать. Абсолютно не собирался. При этом лентяй расслаблен. Прошу прощения, если кого-то обижаю этим термином. Человек, который ленится, скажу лучше. При этом человек, который ленится, он расслаблен и не теряет напрасную энергию. Потому что, в отличие от прокрастинатора, он не пытается заменить выполнение задачи каким-либо суррогатом. Например, социальными сетями, не нужна работа и так далее. Неприятные чувства у лентяя могут, конечно, возникнуть, но уже потом, спустя некоторое время. Например, когда они могут возникнуть? Через несколько лет человек, который ленится, он может вдруг спохватиться. На что я потратил свою жизнь или эти годы последние? Но это не обязательно. И чаще всего, если это чувство вины приходит, в своих проблемах он винит окружающих. Если бы не родители, или если бы не эти обстоятельства, если бы только родился в другой стране, что-то такое подобное и т.д. и т.п. Но, впрочем, это тема для отдельного разговора. Сейчас не будем ее развивать. Итак, прокрастинация – это очень неприятное состояние, а лень обычно не вызывает в моменте никаких негативных эмоций. Однако последствия, как раз именно о последствиях вести речь, то у прокрастинации и у лени могут быть очень похожими. В обоих случаях человек уклоняется от важных дел, поэтому часто наживает неприятности и упускает благоприятные возможности. Сейчас следующий слайд. И на этом слайде вы увидите, что, скажем, иллюстрации того, как можно преодолевать самые простые методы. Безусловно, это не все методы существуют, не по грешу против истины, десятки хороших эффективных методов. Но сейчас это не тема нашей встречи. Просто то, что есть на экране, это самое простое, самое доступное каждому человеку, даже с самой низкой мотивацией и с самой сильной прокрастинацией. Итак, вполне естественно, что раз проблемы вызваны разными причинами, то решать их нужно по-разному. Борьба с ленью и прокрастинацией – это очень обширная тема, как я сказала. И поэтому смотрим самые общие принципы. Основной способ борьбы с ленью – это создание сильной мотивации. Поэтому здесь я не стала даже ставить слайд про лень, потому что сильная мотивация – это наше все при лене. Мотивация способна подкрутить человека к действиям. Есть два пути. Я имею в виду сейчас про лень. Первый путь – усилить свои желания от такого состояния, как «неплохо было бы» до нормального «хочу, хочу, хочу, хочу», «неплохо бы» и «хочу» имеет совершенно разный вес. Я думаю, вы это ощущаете даже вербально. И здесь годятся любые средства. Какие средства могут быть при лене? Мотивирующие книги, фильмы. Создание искусственной мотивации. Например, дать публичное обещание кому-то при всех. Как дело чести уже не сделать то, что ты обещал при всех. Создание подходящей среды. То есть смена окружения, как правило, очень сильно влияет. Типичная история. Пример лени. Как создать мотивацию? Например, у мужчины лишний вес. Это из моей практики. У мужчины лишний вес, который на протяжении многих лет доставляет ему различные неудобства. Не будем, скажем так, подробно комментировать. Это все понятно. Он ничего не предпринимает почти. Его желание похудеть недостаточно сильно, чтобы начать действовать. И поэтому остается все стабильно. Однажды он влюбляется, после чего скидывает сразу 70 килограммов за год. Убедительно? Убедительно. Или при лени. Еще один способ для сильной мотивации. Найти свои истинные желания, истинные цели, которые будут по-настоящему мотивировать. Часто причина лени, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, друзья, просто в том, что человек пытается заниматься не своим делом. Ну, чем-то, скажем, стильным, модным. Сейчас вот эти вот происходят обучения на курсах IT, там, да, продвижение себя в сетях и так далее. Не всем это, может быть, даже гармоничным является, там, да, не его деятельность. Люди пытаются это сделать. Это неплохо, но, тем не менее, если это не твое, нельзя делать на эту ставку доминантную. Типичная история. Молодой человек по настоянию родителей поступает в экономический ВУЗ. Ситуация таких, я думаю, что тысячи. В нашей стране в том числе. Через год его оттуда отчисляют или не отчисляют, он просто или заканчивает этот ВУЗ. Если отчисляют, то есть за хронической лень, казалось бы, так это объясняют преподаватели и родители. После этого он поступает в Институт культуры, например, тоже это из практики. Вот такое вот сейчас, это такой эпизод. И заканчивает его с красным дипломом. И он счастлив и является хорошим карьеристом, в хорошем смысле этого слова, там, да, прошу прощать за тавтологию. И он успешен. С прокрастинацией все гораздо сложнее. Сейчас были примеры про лень, как я говорила. С прокрастинацией все гораздо сложнее. Здесь простое усиление мотивации, друзья, может ничего не дать. И даже может человека погрузить в депрессию, так называемую, или псевдодепрессию, настоящую депрессию. Может причинить ему страдания, в том числе и физические, потому что он будет винить себя еще глубже. Он намотивировал, он и так был готов действовать, а тут еще больше. И он с чувством вины живет месяцы, годы, иногда десятилетия, есть и такие случаи. И он проживает свою жизнь, но вот в позе скорбящей лошади ничего не чувствует и со знаком плюс. Но к каждому случаю в прокрастинации зачастую требуется, конечно, индивидуальный подход. И чаще всего так и бывает. В целом методы борьбы с прокрастинацией сводятся к тому, чтобы распутать клубок вот этих вот противоречащих друг другу мотиваций и перейти к нормальной работе. Существует, как я сказала, уже десятки, если не сотни, способ борьбы с прокрастинацией. И условно эти способы можно разделить на две группы. Я для простоты только две группы выделю. Первая группа – это технические способы, которые просто помогают прокрастинатору войти в нужное русло. Сюда относится жесткое расписание, которое не оставляет человеку выбора, на которое он согласен. То есть не приказом, на которое он понимает, что оно логично, и оно поможет ему выбраться из какой-то ямы психологической. Во-вторых, называется такой способ метод швейцарского сыра. Кому интересно, почитайте. Не буду сейчас тратить на это время там в Яндексе. Борьба с отвлечениями. Это с помощью специалиста обычно проводится. Правильная формулировка задач. Тоже хорошо бы контактировать со специалистом. Техника помодора – это похоже на технику «Есть слона по кусочкам». Разделить объем на части. Вот то, что слева в углу. И вторая группа методов – это психологические методы, которые помогают восстановить механизм мотивации, то есть ослабить ненужные мотивы и усилить нужные. Сюда относится анализ причин прокрастинации, почему я откладываю это дело. Это обычно, как правило, оглядка назад такое, то есть свое детство, юность или в какие-то травмирующие ситуации. Тоже хорошо бы, конечно, не самостоятельно со специалистом. Это геймификация, то есть обыгрывание каких-то ролей. Это специальные методы существуют, такие психологические. Использование состояния потока. Я думаю, что вам многим понятно, что это такое, то есть когда ты находишься во вдохновении. Ну и различные психологические трюки, небольшие техники такие. Также очень важную роль вот этих методов психологических играет решение внутренних проблем. Это развитие уверенности в себе, поиск своих истинных целей, то есть такое как бы выделение доминанты, потому что прокрастинатор, как правило, нет доминанты. У него все задачи почти равны. Я обязан тут, обязан тут и нигде не преуспеваю. Борьба со страхами и с комплексами, в том числе, тоже психологический метод. Вообще, конечно, универсальным способом борьбы и с ленью, и с прокрастинацией является развитие самодисциплины. Это основа, друзья. То есть самодисциплины как способности действовать вопреки сиюминутным желаниям, желаниям и потребностям. Я не комментирую, еще раз повторю, данный слайд, потому что алгоритм предлагаемых действий на нем очевиден. Он абсолютно ясен, по-моему. Итак, сейчас прокомментирую слайд. Здесь сопоставлено то, что я уже говорила ранее. Отличие прокрастинации от леньи. Первый этап похож. И, по сути, на этом заканчивается похожесть. Единственное, что вот в конце нет общего такого, общего строчки, где там сожаление о том, что что-то не сделала, потому что в лене иногда сожаления не бывает. Итак, ничего не делание. У лени отсутствие страданий по поводу бездействия. Типа, знаете, как тот, кто ленится? Имею право. Я вчера вот так вот, сегодня так, и вообще я все время, почему это я вот так вот, я имею право не делать вот этого. У человека с ленью, да, принятие себя безнициативным, он себя не то что не ругает, а даже поддерживает, находя прекрасные аргументы, которые ему, для него являются, то есть, такими похожими, очень гармоничными, там, похожими на правду. И он спокойно из себя в этом состоянии чувствует. Отсутствие сильных негативных эмоций. Если царапнет там, ну, кто-то мама, супруг или супруга скажут, там, да, или друзья, ну, черт, ты вроде давно мог бы. Ай, да, имей право, они вон, они вон чего, так, а я вот это, если бы я бы начал, или я это пробовала, не получилось. Отсутствие подавленности, тоже похоже на сильных негативных эмоций, отсутствие. Ну, и тягостные мысли о будущем. Вот это вот похожее состояние. Прокрастинатор после ничего не делания, он начинает уже страдать, потому что ничего не делает. Он никак не может себя принять безнициативным. И вот это вот как раз следствие, низкая самооценка, не причина, а следствие. Она усугубляется с возрастом, с опытом, потому что человек понимает, что на самом деле он отличается от своих деятельных друзей результативностью и качеством жизни. Дальше у прокрастинатора яркие чувства тревоги, вины и стыда. То есть он впадает вот в эти состояния деструктивные, я не буду там называть термины какие-то, да, которые еще более усугубляют его статус социальный. Усиление подавленности, ну и руминация. Руминация – это такой способ мышления, который ведет к бездействию. То есть как раз особенность прокрастинации. Итак, прокрастинация – это лень? Давайте подведем итог. Однозначно нет, это не лень. Да, между этими явлениями есть некоторые сходства. Например, в обоих случаях человек ничего не делает. И в обоих случаях проблема кроется в области мотивации. И то, и другое приводит к неприятностям. У человека, который ленится, не всегда приводит к осознанным им неприятностям. Не всегда, но частенько. Однако различий между ленью и прокрастинацией существует гораздо больше, чем даже вот тут вот на экране изображено. Это просто я упростила. Просто упростила опять тавтологию. Ну ладно. Резюмируем в табличке. Мы это все увидели. Различать лень и прокрастинацию важно. Очень важно, потому что от этого зависит алгоритм дальнейших действий. И самого человека, который понял, что он прокрастинатор или просто ленится. И для сотрудника, специалиста, который будет работать с ним. Если мы имеем дело с ленью, нам следует озаботиться методами самомотивации и правильным целеполаганием. Если же мы столкнулись с прокрастинацией, то нам следует проанализировать ситуацию, пересмотреть свои подходы к работе, к той, от которой мы отплыниваем. Итак, друзья, по данной теме, я считаю, материала на сегодня достаточно. И перейду к другой части. Когда психолог знакомится с ситуацией клиента, я сейчас имею в виду именно психолога, он прежде всего задает вопросы, я делаю так, по крайней мере, касающиеся физического здоровья человека. С чем это связано? Все просто. Когда у нас болит зуб, когда болит голова, когда болит ушебенное место, например, наше психологическое, эмоциональное состояние никак не могут оставаться благостными. В этот момент мы никак не можем думать ни о вкусной еде, ни о предстоящем приятном мероприятии, и даже ни о любви. Потому что у нас именно вот эта вот боль, она напрягает, отвлекает и делает не очень счастливыми, это мягко говоря. А если у человека есть телесные застарелые какие-то проблемы, например, боли в желудке, но еще суставы, то его психическое состояние уже давно неровное. Таким образом, специалист разделяет причины плохого настроения на две составляющие. Органические и когнитивные. Когнитивные, то есть мыслительные. И только после этого начинается главная работа. Невозможно, друзья, будучи хроническим нездоровым человеком, с болезненными ощущениями, чувствовать себя счастливо. Но никак невозможно. Я думаю, что вы все это подтвердите. И вот именно по этой причине первая рекомендация клиенту начать изменять ситуацию в теле, имеется в виду, вот эта рекомендация. Я вот как обычно, скажем, декларирую, что нужно пройти диспансеризацию. Особенности человек явно ипохондрика. Ипохондрик – это тот, кто беспокоится о любом симптоме своем, слишком тревожен по отношению к своему здоровью. Пройти диспансеризацию, определиться с алгоритмом лечения, если есть надобность. Но независимо от ситуации, всем клиентам, клиентам-психолога, я рекомендую профилактику для сохранения здорового статуса тела. Говорю всегда о необходимости насыщать свой организм тем, что дает нам природа и без чего наша жизнь невозможна. Микроэлементами, витаминами, минами, кислотами, в которых нуждается каждая наша клетка. И самый умный, по моему мнению, глубокому убеждению, эффективный, самый правильный и короткий путь насыщения себя и регуляции иммунитета – это биологически активные добавки хорошего качества. Вот это и есть оптимальный способ для защиты себя от самих болезней и от их последствий, которые вызваны, бывают часто, очень дефицитом микронутриентов. Этот способ и для снижения влияния стресса в том числе. Это способ, я имею в виду биологически активной добавки, для быстрого восстановления после любой критической ситуации и способ предупреждения глубокого поражения центральной нервной системы. Именно поэтому вся классическая линейка продукта Project D очень популярна в моей практике. Особенно такие продукты, как P, NGR, A, M. А если у человека есть какая-либо дисфункция щитридной железы, о чем я говорила ранее, очень часто она влияет именно на настроение, настрой человека, на его мотивацию, то стоит, по моему мнению, подключить такие продукты, как S, V и C, H. Помните, друзья, что наш мир начинается с нас самих. А если во внутреннем мире, я имею в виду сейчас организм наш, все в порядке, то и во внешнем все постепенно встанет на свои места, если это пока еще не так. Продолжение следует...